Всем привет, с вами Галактики, мы продолжаем играть в Fallout 76. И я начал записывать эту серию, да что-то пошло не так, и... Видать, была запись не включена. В общем, я только что буквально появился пару минут назад, недалеко от того места, где мы зависли в прошлой серии на терминале. И здесь происходят события периодически, и кто-то как-то с... Плодородная почва называется, вот здесь вот событие происходит, и я получил награду, ребята вот рядышком делали это событие, закончили его, а я просто пробегая мимо получил награду мутантную кожаную броню для левой ноги. Плюс здесь к сопротивляемости обычному энергетическому урону, если у меня есть мутации первого уровня броня. В общем, посмотрим, когда у нас появятся мутации, если они у нас появятся, ну, появятся рано или поздно, мне кажется, в любом случае, то будет, может быть, полезным. И... Что еще? Да, в принципе, больше пока ничего такого интересного здесь не было. Я единственное, что... активировал его терминал, и, собственно, получил дальнейшие инструкции. Дальнейшие инструкции были... Вот, тренировка волонтеров. Нужно приготовить стейк из ближайшей коровы, из ближайшего брамина. Кулинарная книга, еда от души. Обнаружены новые домашние рецепты Делберта. Обновление базы данных. Сможем готовить какие-то, видимо, новые блюда. Расписание ужинов. Сегодня стейк. Список дел. Стейк, 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 стейк. Ранее добавлялось в избранное стейк, 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 стейк. По-моему, винтокрыл летает, нет? По звуку. Это не соседи мои сверлят. Они сегодня не сверлят. Боже, как хорошо. Так, дневник Делберта. Давайте почитаем. Дневник Делберта. Дневник Делберта. Итак, 15 января. О вере. Я начал терять веру. Хоть и стыжусь признавать это, и поэтому решил записывать свои мысли. Я своими глазами видел гнев Господень. Свет залил небо, и я решил было, что это он пришел за мной и другими людьми веры. Но мы остались. Почему? Либо это был не он, либо мы недостойны его. Я молюсь усердно и нестанно, но ничего. Я ничего не слышу, хотя ранее слышал. Или нет? Неужели правда слышал? Сейчас уже не вспомнить. Так давно это было. 20 февраля. Спасатели. Последний месяц выдался нелегким, зато я много говорил, чтобы привести в порядок мысли. Это так просто. Смешал это и то, и вот тебе еда. В жизни так не бывает. А в ином мире? Не знаю. Хотя мне казалось раньше, что знал. Спасателям разбили лагерь в городе. Приятные ребята, медик и пожарные по большей части. Хотят помочь выжившим. Медики. Как-то как будто бы пробел медик и... Ну ладно. Я вызвался добровольцем. С этим я точно могу справиться. Кошмар. Готовка литературный клуб и ночные собрания для борьбы с виной выжившего пошли мне на пользу. Правда придется... Правда придя домой, я все равно не могу думать. Почему? Я был готов к этому. Всю свою жизнь я был готов к этому. В чем я провинился? Странные коровы. Приятно видеть, как спасатели относятся к выжившим. Господь видит, нам нужны такие ребята, как они, чтобы заново отстроить эти земли. Но я стал замечать кое-что странное. Некоторые животные рождаются иными. Сначала я подумал, что это просто случайность. Двуголовые корове место в музее подделок. Но потом это случилось снова и снова. Я знаю, он не допустит таких ошибок просто так. Потоп. Первое сентября. Странные коровы теперь рождаются чаще, чем обычные. Растения тоже меняются, сливаются друг с другом, меняют цвета, да чего только не делают. Может, это мир меняется так же, как было после Великого потопа? Нараст так, то у нас даже нет ковчега, нет никакой защиты. Я всю ночь готовил супы и кукурузные лепешки для всех. Нас тут теперь очень много и много, и многим сильно не здоровится. Некоторые потеряли веру в спасателей и сбежали в горы, чтобы присоединиться к местным бандам. Я молюсь за них, я молюсь за нас всех. Эксперименты. Странные коровы не стали менее странными. Я слышал, как кто-то из выживших с Востока назвал их бураменами. Я уже не понимаю, какая, не помню, какая на вкус обычная телятина. Или обычные помидоры, раз уж на то пошло. Я решил провести эксперимент, чтобы проверить кое-что. Я боюсь, что мясо и овощи могут отравлять нас. Нужны вещественные доказательства, чтобы проверить мою правоту. Пока что буду питаться довоенными консервами. Они вроде как ничего. Да, тут довоенные консервы вроде как еще ничего. А в других играх там уже много, излишне много радиации. Некоторые из бывших выживших вернулись из гор. Они теперь банда. Им теперь от нас что-то надо. Они разгромили мои сады и убили несколько коров. Я начну хранить больше припасов в кладовой на всякий случай. Постоянно напоминаю себе, что им должно быть было нелегко в горах. Там туго с едой. Наше будущее. Я подобрал всех странных коров с близлежащих ферм и отправил на наше пастбище. Им должно там понравиться. Я как раз посадил свежие травы. Через пару месяцев планирую разбить еще несколько садов рядом с домами, чтобы делить контрольные группы растений. В этот раз он не взял нас с собой, поэтому он... А, ну, я понял. Господь. Поэтому нужно хорошо подготовиться к его возвращению. Это будет проверкой. Я должен работать в полную силу, чтобы убедиться, что все здесь счастливы и накормлены к тому моменту, когда наступит конец. Извинения. Вся моя жизнь теперь посвящена готовке для выживших и моим экспериментам. Я много раз спрашивал его, достаточно ли усердно работаю, заберет ли он меня теперь. Тишина. Это наказание за мои грехи? Да, я был на войне, мне приходилось убивать, я знаю, что заслужил. Но мне пришлось, меня заставили. Да, я и сам думал, что это было правильное решение. Как я могу искупить свою вину теперь? Спокойствие. Только что закончил высаживать растения для общего сада на следующий год. Теперь можно немножко заняться своим участком, я люблю эту работу. Посадил семена, теперь жду, что... Что же такое из них выйдет? Они не похожи ни на какие семян, что я знаю. Господь любит творчество, так ведь? Так ведь. Так, хорошо. Теперь нам надо приготовить... Давайте, я не помню, мы вроде слушали его историю. Ну, давайте пока будем готовить, послушаем, почитаем. ...почитаем. ...почитаем. Что это? Мы еще здесь. В первую очередь, я думал, что это ошибка. Что мы потеряли, забрали. Может быть, мы сделали какие-то ошибки. Может быть, мы не дадим в подарок, может быть. Может быть, не дадим его имя, даже в последних временах. Может быть, мы думали что-то не было думать. Так что я спросил... Я спросил, как? Почему? Я боролся на земле. Я готовлю их там, по твоей стороне. Тогда, в моем спине, я увидел какие-то survivors ехать в рот каркасе в пустыне. «Я готовлю это, я warned их». Это было очевидно. «Мы пытались, но мы были забрали», они сказали, в их собственное дело. И я понял, тогда и там, что я была задача. В то время, я построил кухни, приготовил хорошую еду. И я был благодарен, за свою работу в жизни. Благодарен. Хе-хе-хе-хе. Хорошо. О, поселенец. В мусорном баке валяется. Давайте теперь приготовим бурамина, вкусного, сочного. Ага. Что-то пошло не так, наверное. Серьезно? Так, мне здесь ничего не надо. Древесина берется. Ну, да что такое? Да такого даже во время бета еще не было. В самой первой причем во время. Ну. Ты прикалываешься. Ну, обязательно здесь готовить? У меня здесь лагерь недалеко. Я, может, в лагере могу приготовить. Что-то мне подсказывает, что придется готовить здесь. Причем я, по-моему, только что готовил там еду. и до сих пор никаких обновлений. Я причем, кстати, зашел в игру сегодня и оказался на том же сервере, на котором играл вчера, где вот мой это переносной лагерь стоит. Во, тут нормально все работает. Давайте вся пища. Опоссумов приготовим. И стейк из брамина. Во, все. Можно было здесь приготовить. Не важно, где было готовить. Так, трава дрожит. Нам вот сюда пошли. В киоск. И сейчас нас, как бы, повысят. дадут доступ к новым данным спасателей. Куча, кстати, собралась уже гнилой еды. Видимо, то ли она прогнила за вчерашнюю серию, то ли пока я не был в игре, она сгнила. Так, пройти подготовку. Поздравляем волонтер получение доступа к базе данных спасателей. Связаться со спасателями через базу данных. И база данных у нас в вот в этом терминале. Так. Войти. Волонтер. Экстренная ситуация. Связаться со штаб-квартирой спасателей. Испытание пройдено. Новый уровень. Огромная орда горелых начала движение. Должно быть, она направляется к нашей главной базе в аэропорту Моргантаун. Все сотрудники должны как можно скорее явиться в штаб. Берите с собой оружие и медикаменты. Мария Чавес. Соединение прервано. Осмотреть аэропорт. Защищенные сообщения. Обучение волонтеров. Так, мы это... Все уже в курсе того, что случилось с Кейси двумя юными выжившими из Саттона. Трагедия. Нет слов. Но он просто не знал. А все были уверены, что он знает. Поэтому мы решили, что все волонтеры должны пройти кандидатскую стажировку. Пройдемся по основам. Вода, еда и все такое прочее. Кейси решил отправиться в горы. Проверить мозги. Проветрить мозги, видимо. Мы как могли уговаривали его остаться, но он не захотел. Надеемся, он скоро вернется. Киоск самообслуживания. Новый киоск поможет нам с новыми волонтерами. Угу. Помощь близка. Так. Хорошо. Интервью. Друзья, мы уцелевшие. И это круто. Мы учимся выживать в новом мире. И эти знания надо сохранять и распространять. Умеете шить одежду из звериных шкур? Отличать съедобные ягоды от ядовитых? Давайте об этом поговорим. Расскажем всему миру, чему мы научились. Добро пожаловать, спасатели и волонтеры. Спасибо, что трудились. Трудитесь с нами бок о бок. Как вам известно, сейчас мы пытаемся справиться с притоком выживших, которые нуждаются в помощи. Новая волонтерская программа поможет нам сосредоточиться на медпомощи, пока волонтеры обеспечивают все необходимое для выживания. Мы также заняты созданием спасательской базы данных. Рано или поздно она поможет нам возродить Апалачо. Так что, пожалуйста, по возможности помогайте нам информацией. Так, ясно. Выполнено задание добавка. Смотрите, у меня должно было быть еще задание по основной нашей сюжетной линии. Я что-то его не вижу. И это странно. Может нам надо где-то какую-то запись почитать еще? Давайте посмотрим. Хотя, вроде бы, нет. По-моему, на вот этот момент выполнения этого задания у меня должна была быть... Ну, была, когда я в бету играл. Должно было быть продолжение сюжетки с нашей смотрительницей. Отправиться в какой-то другой город. Она там где-то пошла. Но... Почему-то я... Не вижу. Флэтвудс. Мы, вроде, это слушали. Мы, вроде, все эти три записи основные сюжетные слушали. Странно. О! Вот! Оказывается, мы не слушали. Или мы... Это мы, наверное, награду получили за... То задание. Начато задание последнее отправление. Хорошо. Теперь мы можем в лагере в нашем поставить новый верстак. Так. Ну, пошли в аэропорт. Пожалуй. Потихонечку. По дороге поставим лагерь еще. По дороге осмотрим вот это вот дело. А еще у меня было задание починить релейную вышку в прошлой серии. А сейчас его нет. И это странно как-то выглядит. Но, в принципе, это, наверное, не важно, потому что постоянно и так эти грузы сбрасываются. И мы ожидали много. Прежде чем они были снижены, Встречаи называли себя «респондеры». По-моему, они были сделаны из боевых, полицей, и медицинской службы. А, этот... Мы смотрим это уже, да. Угу. 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 Так Может быть в аэропорту мы узнаем Я, блин, мне реально кажется, что я что-то пропустил С основным сюжетным заданием И где-то, походу, что-то не прочитал Может быть дальше у нее будет это В аэропорту мы узнаем, куда она отправилась дальше Ну посмотрим сейчас Что-то я вот в бету играл Теперь мне кажется, что я что-то делаю не так По дороге я еще нашел один Эйрдроп Давайте мы попробуем его забрать Сейчас он, правда, там как-то так на горе Может быть мы до него Не доберемся даже И если в аэропорту Мы не получим продолжение Как бы основной сюжетной осмотрительницы То надо будет, наверное, вернуться в тот город И посмотреть, где я что мог там пропустить Так Добрались И патроны Таблетки Вода Консервы Шипастый бейсбольный беток Неплохо Неплохо Каллиматорный охотничь Карабин Так Недурно Давайте мы, наверное, шипастый беток сразу возьмем 46 урона После наших 19 Сильно Надо будет его только отремонтировать Так Ну и идем дальше В аэропорт Нам куда-то туда По дороге мы через лагерь Смотрительницы проходим Как раз Поэтому Можем Наверное Для брони Поремонтировать себе Этот шипастый беток Чинить Чинить Отлично Испытание пройдено А модифицировать Мы Ничего пока тут не можем Ну окей Давайте, наверное, ловелапнемся Что там у нас Т Посмотрим по порядку Что нам интересного дают Второй уровень Железный кулак Так Это нам не все неинтересно Неинтересно Выносливость Любая пища утоляет голод на 25% эффективнее Это неплохо Ловкость Скорость бега Если вы используете пистолет О Вот это берем Без силовой брони Вы получаете плюс 15 к сопротивляемости Обычному и энергетическому урону А, стоп Во время бега только Так, подожди Это не совсем то Там будет аналогичный навык Но Без Приписки во время бега Избежать урона Если уровень здоровья ниже 30 Так Что у нас с энтой тут интересного Давайте возьмем Да Стимуляторы восстанавливают здоровье эффективнее Это полезный вполне себе навык Который Наверное у меня есть Да Был уже Ладно Теперь он у второго уровня у нас Окей Все, погнали Дальше я только пить очень сильно хочу Прям Ну очень сильно Давайте выпьем Очищенные воды Наверное Ну давай еще разок И Как там назывались Великолепные Бекончики Все И погнали теперь В Аэропорт Путь не близкий Дерево пособираем По дороге Я думаю много Можно будет потом лагерь переставить Выгрузить все дерево туда Мясо к нам пришло Так, еще одно пришло А, это Да В этом Что А, нет, нет Смотрите Все-таки еще одно пришло Все правильно Окей Мясо я всегда рад Какая-то кафешка По дороге Да Ммм Ну пойдем зачистим этих Горелых там С локом Джо А, тут Горелые с Этими роботами Китайскими Воюют Так Кто там по нам Стреляет Какой хитрый Подожди 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 Сейчас я до тебя доберусь Наверное Оп Оп Я застрял Так Так Как тебе наверх туда забраться-то А, вот как Так Ну, к тому нижнему пойдем чуть попозже Давайте осмотримся здесь Патронок для дробовика Хлам Хлам Ой, я сейчас лопнет Так, наверное Теперь давайте лутаем этих всех ребят И ближе к аэропорту перенесем Беды Ой С локома Кулинарный обзор Буду с вами откровенна Если искать что-то хорошее в этом чертовом пакалипсисе То я рада, что мне больше не придется Больше пить кофе Джо с локома Посмотрю Официанту в глаза Отдам ему свои 28 долларов И благодарю за вонючее едкое дерьмо Которое хуже атомной войны Одна звезда Вот что я забрал эту Одну звезду Непонятно Так, тарелка Я хотел зайти еще Да, тут вот что-то было Свинцовый стояк Но Наша бита уже лучше Чем свинцовый стояк Я уверен Вот сюда я хотел заглянуть Заберем Шахматная доска Вот это вот тоже заберем Записочка какая-то Джастина Ну вот, свершилось Наконец-то О чем они постоянно болтали в новостях Большая война Бомба, ракеты Все такое Народ в панике пытается скрыться в убежище 76 Поначалу вокруг была полная неразбериха Я отбился от своих От родных и друзей Потерял их из виду Но ничего Позже разыщу Я уверен, что Кристиан и остальные смогут о себе позаботиться Сейчас самое время осмотреть окрестности Возможно В Западной Вирджинии уже не так безопасно, как раньше Но я-то знаю эти сельские дороги, как своих пять пальцев Окей Джастин Коул Продолжаем Любимое занятие Во всех фоллаутах Это выключение радио Обязательно Ремонтный верстак Нам пока, наверное, не надо Да Сейчас Хотя можно разобрать Сразу хлам Уже больше места будет Можно будет больше всякого барахла по дороге Нагрузить Так Т Все Уже четко получше Ну и погнали дальше Погнали дальше К аэропорту Там продолжится история со спасателями Продолжится Обучение О, еще один где-то был А ты ж хитрый Спрятаться думал, а Ой, я попить решил не очень удачно 10 радиации Хлебнул А вот этот вот прикол Так и остался С беты Ничего не поправили они Вот это вот Часть Вот просто ровная такая линия Часть Деревьев Одного Типа, да Часть деревьев Недокрашенная Вот это вот Так и не поправили Но с другой стороны У меня вот такая тема Натолкнула даже на мысль Что может быть все-таки Будет Когда-нибудь Смена сезонов Что им стоит Перекрасить деревья Убрать листья И все Ну, сделать их прозрачными Да, листья И вот вам уже Зимнее вполне себе Дерево Ну, ладно Посмотрим Погнали дальше Еще кротокрыс По дороге О, еще парочка Ой Телепортация, да Все как Было Так и осталось Реально как-то Беседка В чем-в чем Но Точно была Не права В том, что После бета Не было Никакого патча Был патч во время Бета Который Ничего толком В игре не сделал Как были Нерабочие квесты Как было Куча багов Так и осталось И Сейчас вот уже Сколько дней После релиза Беседка Просто молчит Может быть Они там Трудятся А может В запой Ушли Посмотрев На свои Оценки В метакритике Неизвестно Что это такое Может быть Тоже по какому-то Заданию Нужно будет Так Ну мы уже Тут где-то близко К аэропорту По-моему Давайте Сейчас Переставим Лагерь Сюда Так 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 Теперь Так Теперь Так И Все то Что я запомнил Это было Вот это Станок На станок Сейчас или не хватает Ресурсов Или Неизвестно Что Или Сейчас посмотрим Давайте Наверное Сюда С краешку Хотя зачем Эту штуку Переставлять Я даже не знаю Все равно Она не сохраняется Что у нас По Изготовление Этот верстак Есть А в сохраненных У меня Нельзя разместить Нужна опора Ну вот это Вот какая-то Фигня Непонятная Если честно Искать Модификация Создать Переместить О Вот Вот это Правильно Уже Так Вот это То Что Было Нужно Так И Теперь Нам Надо Вот так Вот Эта штука В чертеж Вроде бы Не попадает И Создать Новый Чертеж Камп Что это такое у нас Давайте на Ну хотя бы на один Можно перезаписать И давайте теперь посмотрим Правильно чертеж у меня Во Теперь нормально Чертеж сохранился Этот нам Ага Один Один Я понял Ну хорошо Мы теперь можем Что сделать Во первых Все мы уже разобрали Походу Оружие Да Разбирай 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 Гладкоствол Затвором Короткий Узнать Новые Неплохо Помповый Дробашек Оставим Свинцовый Стояк Ну разбираем Он нам Не надо Никак Все Сколько 107 Все равно Куча хлама У нас Наверняка В помощи Очень много Всего тяжелого Те же Тухлые Фрукты Тухлые Овощи Ну не такие Уже тяжелые Но все же Стимулятор Собачатину Можно выгрузить Грибы Мясо Светящееся Куча цветов Всяких Разных Ну и уже Место освободили Все Хорошо Поехали Дальше Экспо Так Ладно Ну мы пока Не за этим Идем Как я и говорил Я хочу сначала Пройти ту часть Сюжетки Которую я проходил На бете Побыстрее А потом уже Можно будет Всяким Эксплорингом Заниматься Больше И Хламособирательством Так Аэропорт Моргантауна И нам Вот сюда Мне просто Сейчас еще Интересно Реально Что Со Смотрительницей С нашей Пропустил ли я Где-то что-то Они Или Или что Но если бы пропустил Куда-то Ну Мне кажется Была бы Какая-то запись Пойди Прочитай там Что-то Где-то Правильно Так Таракан Где-то Рядышком Есть Мобы Тоже Глючат Так же Как и Глючили Навыков Взлома У меня Нет Ну Какой Хитрый Улетел Пистолет Он только что Держал Стволом К себе В голову Так Надо Подлечиться Да Маленько Кто-то Я по-моему Не туда Пришел Куда нам Надо было Или туда Записаться На продвинутый Курс Обучения Спасателей О Шестого Левела Из дробовика Долбил По мне Так Да Рассыпаются Эти Ведомость Проверки Оборудования Ведомость Выдачи Оборудования Просьба Регулярно Обновлять Ведомость До тех пор Пока не будет Установлен терминал Для мониторинга Комплект Для проверки Почвы Комплект Для проверки Качества воздуха Для проверки Воды Выдан Тому-то Так Хорошо Давайте Смотреть Что у нас Тут Набор Огнедышечника Огнедышащих Просто хочу Напомнить Всем Что отряд Огнедышащих Всегда Ищет Новых Бойцов Если вы Считаете Что обладаете Нужными Качествами Чтобы Справиться С нашими Самыми Сложными Заданиями И бросить Вызов Горелым То Мелоди И Мэдиган Охотно Познакомятся С вами Не забудьте Что это Опасная Работа Но она Будет Но она Дает Определенные Преимущества Вы будете Получать Лучшее Питание И боеприпасы Мы Просим Огнедышащих Рисковать Жизнью Но вознаграждаем Их за Храбрость Всем Чем Можем Это Работа Не каждому По зубам Но если Вы считаете Что можете Пройти Отбор И выдержать Курс Подготовки То Прошу Вас Подумать О подаче Заявлением Благодарю Вас Чавес Личные дела Персонала Старшие Сотрудники Чемария Чавес Так Спасатель Старший Окей Окей Прочие Сотрудники Джек Так Хорошо Хорошо Жалоба 15 Джей Мы получили Определенную Жалобу На Мэрию Графта Нам На этот раз Мэра Обвиняют В незаконном Сборе Средств На Ее Избирательную Компанию Как утверждается Помощник Мэра Потребовал Взнос На Завершение Документов Это более Серьезное Обвинение Чем Предыдущие Три Мне придется Заняться Этим В догонку В мэрию Графта Нам был Отправлен Офицер Он Обнаружил Признаки Нарушения Законности В действиях Помощника Мэра Для решения Проблемы Была выписана Повестка В суд Офицер Отметил Что Мэрграфт Назаявляет Что Отсутствуют Средства На Осуществление Изменений Пусть В этом Разбирается Судья Так Сообщение Кто-то Видел Ларри Пикермана Припомните Пожалуйста Кто Видел Ларри Пикермана Он Попал Пару Дней Назад Если Вы Знакомы Он Примерно Если Вы Зеленый Возраст За 50 Прибыл С последней Крупной Группой Беженцев Возможно Он Вам Запомнился Как Электрик Который Взялся Поработать С нашим Главным Компьютером Когда Никто Его Не Просил Не Сомневаюсь Он Хотел Как Лучше Нам Пришлось Ввести Его Из Командного Центра Надеюсь С ним Все В Порядке Но Он Одолжил У меня Отвертку Она Мне Очень Нужна Так Что Если Встретите Его Скажите Пусть Ко Мне Зайдет Как Вести Себя С Братством Я Вступила В ряды Спасателей Одной Из Первых Как И Все Вы Я Рисковала Жизнью Ради Спасения Жизни Других Людей Уже Не Помню Сколько Раз Наша Задача Очень Важна Поэтому Мы Не Можем Позволить Братству Стали Помыкать Нами Конечно Мы Помогаем Всем Кому Можем Помочь Но Все Вы Знаете Что Наши Ресурсы Не Бесконечны Братство Требует Все Больше Ресурсов И Припасов Под Предлогом Сдерживания Горелых Но Горелые Не Единственная Угроза Спасатели Не Стремятся Ввязываться В войну Мы Учителя Мы Не Солдаты Когда Братство Просит Ваши Боеприпасы Ваши Стимуляторы Вашу Воду И Все Прочее Хорошенько Подумайте Эти Припасы Могут Понадобиться Кому Для Выживания Если Они Просят Вас Вступить В их Ряды Потому Что У вас Есть Полезные Для Них Навыки Вспомните Нам Тоже Нужны Эти Навыки Возможно Больше Чем Им Мы Не Располагаем Силовой Броней Тяжелым Вооружением Все Что У нас Есть Подготовка Знания И Храбрость Но Пока Что Этого Было Достаточно И Я Надеюсь Что Мы Дальше Не Изменим Своим Принципом Я Не Хочу Сказать Что Братство Стали Наш Враг Мы На Одной Стороне Но В последнее Время Между Нами Нет И Дружбы Все О чем Я Прошу Сосредоточьтесь На Своей Задаче Нашей Задаче О чем Чавес Объявление Рэйчел Прайс Друзья У меня Для вас Грустная Новость Кто Кто Наверное Уже Слышал Про Рэйчел Тем Кто Еще Не Знает Хочу Сообщить Она Распрощалась Со Спасателями И Стала Военным Врачом В Братстве Стали Нам Всем Будет Ее Не Доставать И Мы Желаем Ей Всего Наилучшего Пока Нашим Оставшимся Медикам Приходится Работать Круглосуточно Мы Снова Начинаем Подготовку Медицинского Обучения Чтобы Заполнить Бреши Присоединяйтесь Если у вас Есть свободное Время Чавес Так Хорошо Волонтеры Продвинутый Курс Обучения Строительство Лагерей Отлично Записались На продвинутые Курсы Обучения Спасателей Если Волонтеры Могут Строить Передвижные Лагеря Для Пребывающих Выживших То Спасатели Могут Сосредоточиться На их Срочных Медицинских Нужных Спасатель Мигель Калдера Выдает Новым Волонтерам Материалы Для Укрепления Лагерей А также Дополнительные Советы По безопасности Явитесь В его Палаточный Лагерь За пределами Аэродрома Для получения Припасов И практической Подготовки Добро Пожалуйста Выдать Пайки Волонтеры Имеют Право Только на Один Пайковый Наборд До завершения Программы Подготовки Выдать Выдать Так Все Очищенная Вода И Стейк Мы Получили Так Схо Рошо Это мы Сделали Мария Чавес Последние Слова Марии Меня зовут Мария Чавес И Я about to die Scorched Have overrun our Defenses They're Coming For us If you Find this Please Listen carefully We were called The responders After the bombs Fell We tried Help people Maybe I can Still help you The terminal Nearby If it's still There Use it Learn about The inoculation Project It might Just save Your life Shit They're They're here They're here I'm out of time Read the terminal Learn about The scorched Remember We And Good luck Я не думаю, что дверь открылся от меня. Я слышу их отверстия на двери. Я заканчиваю себя в зеркалах, но я не думаю, что дверь открылся изнутри. Все нормально. Реакция стресса. Паник и эмоциональный дистритор. Возьмите. Возьмите. Я думаю, что это было 24 часа с атакой. Возьмите. Это стомат. Они все остались. Я примерно 8-10 месяцев. Я принадлежал с флюидами. Возьмите 10 дней. Я не могу. Это стресса. Я не знаю. Я не могу. Я не могу. Я не могу. Я не могу. Я не могу уничтожить дверь. Я не могу уничтожить силу. Я использую энергию, чтобы подняться на дверь, где Йелл оказался уничтожен. Эта структура флориста не была найдена. Никто не придет... Никто не придет... Никто не придет для меня. Мои друзья... Мои... Мои... mm... Мои... 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 Я не могу уничтожить... Я не могу... Не... Я чувствую себя голодным. Я голодным. Никто не придет. Нужно... 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 Флэкс... М-п-жойн... Ох, больно. Флэкс... М-п-жойн... Экс... Экстенд... М-п-жойн... И... Контракт... Музы... Ох... Ох... Мы... Го... Экстенд... Экстенд... Так... Я специально свет не включаю, чтобы субтитры лучше было видно. Их очень плохо видно, конечно. Но... Да хоть что там. Хотя бы как-то. Они... Я не знаю... Если бы я, наверное, на 4К разрешение играл бы на большом экране, я бы вообще субтитры бы, наверное, не видел. С моим-то еще зрением. Так... Мы можем... Ох... Карту посмотреть. Ох ты, елки-палки. Вот, блин, проклятый этот. Эээ... Давайте... Где-то была еще записка, я ее пропустил. Ладно. Журнал-смотрительницы Моргантаун. Поехали. Овторитет. Органтаун. Моргантан. Я часто любила приезжать здесь на неделю. Возвращение на летние. Возвращение на летние. Сейчас ощущается, как я вошел в мудрец. Эти... ...сорченные вещи, они все-какли. Я оставил в текущем. Они не видели меня. Я успел наблюдать их за немного. Они существует наслаждение. Углые, как она, это вряд ли хуже. Все любят их, Это абсолютно не просто обрабатывать. Их замуж, которые забыли бесплатно. И куча-куча, они... И они статист. И если они так остаются, imatлые так, они... Убираем. Moses. Возвращение. 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 Я спрашиваю, что может может вызвать все это, и потом я получил свою ответственность. Это сломал от неба, скрытая, respirая, infectая все. Я не знаю, как бороться с этим, но мы должны рассчитывать все наши опции, даже... ...и нуками. Мы найдем основе этого сломанного плага, и убираем ее от мастера, пока она может оставить Апалачия. Но первое, мы не можем позволить нас распространяться. Похоже, что ответственники развиваются какие-либо инокуляции. Я собираюсь собрать их. Вы должны, тоже. Это «Огнедышащие». Открывается. Хорошо, мы снимаем. На аэропорту. Хорошо. Потому что теперь мы можем узнать, что я считаю, что эта идея невероятная. Я не рада, чтобы отправить наших людей в место, которое активно токсичное. Но у нас есть целые городки, которые мы еще не смогли найти. Велч. Бекли. Брамвел. Брамвел. Брамвел? Брамвел. 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 Субтитры делал DimaTorzok 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 А ну-ка О! О! Субтитры делал DimaTorzok Так, информация Отлично Дистанционное управление дверью открыть Дистанционное управление дверью 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 Может быть, разрабы когда-нибудь сделают возможность шмотки передавать между персонажами. Можно будет прокачать потом себе какого-то такого более стрелкового перца, к примеру. Так, хорошо. У нас там была где-то еще вроде бы аудиозапись. Одна. Я уже не помню, где. И записочка была еще одна тоже. Отсмотрительница вроде... Узнать о проекте иммунизации. Вот что мы от смотрительницы получили. Все, ясно. И, видимо, в прошлой серии она нам в записях тоже сказала, что, мол, я отправлюсь вместе с спасателями в аэропорт. Наверное, это была основная как бы эта... Сюжетка сюда. Так. Где-то была еще одна запись. Но явно не здесь. Кстати, на карте можно... Вот я только что тыцнул на точечку и... Оп. Моргантаун. Электростанция. Флетвудс. Чарлстон. Куча записей, которых просто не видно. А если мы бинокль возьмем? О! Стоп. Это так надо смотреть было. Так. Я тут не пропустил. Ничего вроде бы. Надеюсь. Сейчас еще разок пройдемся. Так. О! Чего ж тебя так трусит-то? А, можно с шифтом задержать дыхание. И посмотреть... Подробно эту карту. Братство? Вот там вот братство. Контакт потерян. В итоге. Биг Бэнд Туннель. Ага. Выходит здесь. Контакт потерян. А, убежище. Угу. Так. Ну, хорошо. Надо добавить шипастый биток себе. Вызбранное. И может бинокль тоже надо было добавить. Тоже как вариант. Так. Где я запись еще видел? Проклятую. Вот. Дэрик. 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 Субтитры сделал DimaTorzok Дима Торзок Долго он думал перед тем как выключить запись И по-моему была где-то еще записка Во, опасения Десса, у меня есть серьезные опасения относительно еды, которую все едят Господи, у коров две головы Я взял под контроль часть местных огородов, чтобы наблюдать за растениями Возможно мы не должны показывать каждому, как готовить такую пищу Ты видела помидоры? Тут что-то не так Или возможно все так? Так, теперь Черт, я больше ничего не знаю Я вот не знаю, зачем я записи эту забрал, но ладно У нас, значит, прослушать хорошо Давайте выходим отсюда Тут мы вроде бы все Посмотрели Из интересного На каком уровне мы там получим набор карточек следующий? На девятом, десятом? Сейчас посмотрим Наверное через испытание Наверное, да, на этом будем серию уже заканчивать В следующей серии пойдем дальше проходить Курс подготовки Так Тут перестрелка, как обычно Так Еще один Оп, стамина закончилась У меня перегруз И стамина нет А вон, кстати А, это не убежище Это Институт Волтек На компасе снизу отобразился Все Хорошо Я хотел посмотреть, значит Нет Вот это Вот это Испытание Персонаж На восьмом уровне следующий набор карточек Каждые два уровня Правильно? Четвертый, шестой И на восьмом Развить способности Полностью Семь штук Потратить 24 часа на один Мы уже 11 часов потратили? Серьезно? Странно На этом персонаже Странно Так, ну хорошо Пока что мы на этом серию закончим И в следующей серии продолжим Всем спасибо за просмотр Всем пока И увидимся в следующей серии Субтитры сделал DimaTorzok